1 октября – особенный день. Это международный день пожилых людей. Этот день напоминает нам о том, что нужно думать о наших старших. Они важные члены наших семей и общества. Все мы знаем кого-то старше себя. Может быть, это бабушка и дедушка, сосед или друг. Они прожили долгую жизнь и могут многое рассказать. Международный день пожилых людей – это время, чтобы отпраздновать их вклад в нашу жизнь. Это время показать им нашу заботу. Давайте уделим минутку, чтобы оценить пожилых людей в нашей жизни. Они заслуживают нашего уважения и благодарности. Их мудрость и опыт – это сокровище, которое мы должны ценить. В этот день мы можем сделать что-то особенное для них. Подарите им время, внимание и любовь. Ведь они заслуживают счастья и радости. Давайте вместе создадим для них незабываемые моменты. Пусть этот день станет символом нашей благодарности и любви. Ведь каждый из них – это история, которую стоит услышать. Давайте ценить и уважать их каждый день, не только сегодня. Ведь они – наше прошлое, настоящее и будущее. Организация Объединенных Наций учредила Международный день пожилых людей в 1990 году. Они хотели привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются пожилые люди. Этот день также посвящен вкладу пожилых людей в общество. У них так много опыта и знаний. Международный день пожилых людей – это всемирное событие. Его отмечают по-разному. Кто-то навещает бабушек и дедушек или работает волонтером в домах престарелых. Другие посещают специальные мероприятия или просто уделяют время тому, чтобы узнать больше о старении. Старение сопряжено с трудностями. Одной из самых больших проблем является здравоохранение. С возрастом у людей могут развиваться проблемы со здоровьем. Лечение этих проблем может быть дорогостоящим. Многие пожилые люди с трудом могут позволить себе необходимый уход. Еще одна проблема – изоляция. Пожилые люди могут потерять близких или быть не в состоянии так легко передвигаться. Эта изоляция может привести к одиночеству и депрессии. Важно поддерживать связь с пожилыми людьми в нашей жизни. Семья очень важна, особенно для пожилых людей. Семья дает любовь, поддержку и общение. Когда у пожилых людей прочные семейные связи, они, как правило, счастливее и здоровее. Они чувствуют себя менее одинокими. Семьи могут помочь пожилым людям разными способами. Они могут оказывать практическую помощь, например, в транспортировке и помощи по дому. Но не менее важна и эмоциональная поддержка. Проводить время с близкими, слушать их рассказы и просто быть рядом с ними очень ценно. Раздел пятый. Передача мудрости. Пожилые люди — ценный источник мудрости. Они столько пережили. Они видели войны, экономические спады и технологические прорывы. Они многому научились на своем опыте. И им есть чем поделиться. Важно слушать их рассказы. Они могут рассказать нам об истории, о жизни и о нас самих. Их мудрость может помочь нам ориентироваться в трудностях нашей собственной жизни. Мы можем учиться на их ошибках и успехах. Раздел шестой. Первое октября — день празднования. Первое октября — это не только международный день пожилых людей. Это еще и день музыки и кофе. Международный день музыки способствует миру и взаимопониманию посредством музыки. Музыка объединяет людей. Международный день кофе — это время, чтобы оценить труд фермеров, выращивающих кофе по всему миру. Это возможность насладиться чашечкой кофе с друзьями. Раздел седьмой. Музыка. Всеобщий язык. Музыка — это мощная сила. Она способна проникать в самые глубины нашей души и вызывать самые разнообразные эмоции. Она может преодолевать культурные границы и объединять людей из всех слоев общества. Музыка — это язык, который не требует перевода. Она может вызывать широкий спектр эмоций — от радости до печали, от волнения до умиротворения. Музыка может заставить нас смеяться, плакать, танцевать и мечтать. Музыка может заставить нас думать, чувствовать и вспоминать. Она может напомнить нам о прошлом, помочь пережить настоящее и вдохновить на будущее. В Международный день музыки люди во всем мире чествуют силу музыки. Они посещают концерты, играют на инструментах и делятся любимыми песнями. Этот день напоминает нам о том, как музыка объединяет нас. Музыка обогащает нашу жизнь бесчисленными способами. Она может стать источником радости и утешения, вдохновения и силы. Она может успокоить наши души, вдохновить на творчество и объединить нас. Музыка — это не просто звуки, это часть нашей жизни, нашего культурного наследия и нашей общей истории. Раздел «Восьмой уют кофе». Кофе — это больше, чем просто напиток. Это нечто, что приносит тепло и уют в нашу жизнь. Это ритуал, средство общения и источник комфорта для миллионов людей во всем мире. В каждой чашке кофе скрыта история, которая объединяет нас. С того момента, как мы просыпаемся от дымящейся чашки кофе до дневного перерыва, кофе сопровождает нас на протяжении всего дня. Кофе играет важную роль в нашей повседневной жизни. Он помогает нам начать день с бодрости и энергии, а также дает возможность расслабиться и насладиться моментом. Международный день кофе — это время, чтобы оценить тяжелый труд фермеров, выращивающих кофе. Эти люди вкладывают свою душу и сердце в каждое зернышко. Они дарят нам этот любимый напиток, который мы так ценим. Без их усилий мы бы не смогли наслаждаться этим ароматным чудом. Это также возможность насладиться ароматом, который пробуждает наши чувства, и вкусом, который приносит удовольствие. Вкус и общение за чашечкой кофе с друзьями, семьей или коллегами создают незабываемые моменты. Кофе объединяет нас, дарит тепло и радость в каждом глотке. Раздел 9. Призыв к действию. Международный день пожилых людей — это напоминание о том, что нужно ценить наших стариков. Мы можем делать это по-разному. Мы можем навещать их, звонить им или писать письма. Мы можем слушать их рассказы и учиться на их опыте. Мы можем быть волонтерами в домах престарелых или отстаивать политику, направленную на поддержку пожилых людей. Каждый добрый поступок, каким бы незначительным он ни был, может изменить жизнь пожилого человека. Раздел 10. Проявление признательности. Небольшие жесты могут иметь большое значение в проявлении признательности пожилым людям. Простое спасибо за их мудрость или помощь с покупками может скрасить их день. Давайте постараемся привлекать пожилых людей к нашей жизни. Приглашайте их на семейные праздники, общественные мероприятия или просто проводите с ними время наедине. Их присутствие обогащает нашу жизнь, а их вклад в наши семьи и общество заслуживает признания и уважения. Раздел 11. Строим светлое будущее. Штяй, поддерживая наших старейшин, мы строим светлое будущее для всех. Мы создаем общество, которое ценит опыт, мудрость и сострадание. Общество, в котором каждый чувствует себя нужным и уважаемым, независимо от возраста. Давайте сделаем каждый день днем чествования и признательности пожилых людей в нашей жизни. Они заслуживают нашей любви, уважения и поддержки. Продолжение следует...